Кто все эти люди с такой энергией? Подождите, а где же деньги, которые так обещал Зеленский, Степанов? На каждый товар можно найти своего покупателя. А это уже называется рабство. Причем все это за чашечкой кофе. Это же на минуточку взлетная полоса. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое личное мнение. Итак, на этой неделе Степан Цапюк готовится к шоу «Холостяк». В Кропивницком водоканал поддержал уринотерапию. Медики на Кировоградщине получают 2000 гривен зарплаты. И кто-то явно решил украсть аэропорт. Нет новости важнее, чем полет Crew Dragon Илона Маска на этой неделе. Потому что это революция. Потому что для человечества в целом и для человечества в Кировоградской области это офигеть как важно. Потому что на Земле есть человек, действия которого поступки, да в принципе и он сам, вдохновляет что-то делать, развиваться, жить ради чего-то. Этим Илон Маск очень опасен для кропивницких, александрийских, знаменских, светловодских чиновников. Потому что люди видят, что можно быть совершенно другим человеком. Если бы Илон Маск захотел что-нибудь запустить в Кировоградской области, у него нифига бы не получилось. И дело не в области, а в том, что в Кропивницком просто разбирают взлетно-посадочную полосу. Причем делают это втихаря. Причем на протяжении нескольких дней. Как пишут местные медиа, в частности СИБН, демонтировать начали еще 26 мая с помощью крана и шести грузовиков. В результате приехала полиция, ее вызвали. Но, как пишет точка доступа, полиция приехала, поговорила с людьми на взлетке и уехала. А ребята, снимавшие плиты в аэропорту, продолжили работать. А потом еще и грузовики начали вывозить эти плиты за территорию города. Кстати, машины были с одесскими и николаевскими номерами. В воскресенье я уже узнал, что полиция открыла по этому факту криминальное производство. А территорию стали охранять. Вопросов тут несколько. Первый. Что происходит, если со стратегического объекта сначала демонтируют, а потом свободно вывозят плиты? Это же на минуточку взлетная полоса. Второе. А где охрана? Третье. А почему никто не отреагировал? Вот от слова вообще не отреагировал. Аэропорт – это история, которая всегда под контролем полиции, СБУ, главы облгосадминистрации. Где все эти люди были? Есть вообще, на кировокращении, глава облгосадминистрации? Или его нет? Или это тот человек, о котором мы узнаем только на брифингах о коронавирусе? И если это вдруг закон, а в нашем государстве и такое возможно, тогда почему все молчат, а полиция открыла криминальное производство? Андрей Балонь, что происходит, если вас держат в заложниках и заставляют быть главой облгосадминистрации? Вы как-то маякните, моргните на брифинге. И да, что бы сделал Илон Маск на месте Андрея Балони? Да я думаю, ничего. Просто Илон Маск уже давно бы построил новый аэропорт в Кропивницком. У меня вопрос к врачам Кировоградской области. Вы деньги, так сказать, коронавирусные получили или нет? У меня создается впечатление, что нет. Почему? Потому что на этой неделе я увидел опубликованную в Фейсбуке платежку медсестры. Наверное, медсестры. На самом деле я не знаю. Может и врачи столько зарабатывают. Так вот, в платежке указана зарплата 2200 гривен. Этот медик работает в таракальном отделении, там где риск коронавируса выше в разы. Это понятно. И получает за апрель и за май по 2000 гривен. А какого хрена? Подождите, а где же деньги, которые так обещал Зеленский, Степанов? Где деньги, Львовские? И напомню, по их словам, они же обещали, что личную ответственность за эти деньги, за распределение, за получение несут главы облгосадминистраций. Причем несут так, что вплоть до увольнения. Послушайте, может я чего-то не знаю? Может Андрей Балонь уже не глава облгосадминистрации? Тогда кто? От кого зависит, чтобы деньги наконец-то дошли до крапивницких, александрийских, знаменских врачей? И опять я спрашиваю себя, что бы сделал Илон Маск с этой ситуацией? Я думаю, что он бы страшно удивился зарплате медсестры в 80 долларов в месяц. Потому что еще чуть-чуть и можно нанимать людей за еду. А это уже называется рабство. Андрей Балонь или кто-то другой, кто отвечает за это, не превращайте, пожалуйста, медиков в рабов. Стала понятна ситуация, которая произошла на прошлой неделе вокруг аварии с участием внедорожника секретаря горсовета города Кропивницкий Андрея Табалова. Напомню, в Черкасской области водитель за раблем его машины столкнулся в лобовой аварии с ВАЗом. Четыре человека, в том числе маленький мальчик, погибли на месте. Еще две девочки остались сиротами. Пострадали и те, кто был с водителем. Еще на прошлых выходных Андрей Табалов отказался назвать имя человека, он ссылался на то, что идет следствие. Но все ясно становится из сюжета надзвучайных новин. Его я оставлю без изменений. Траса Київ-Одеса неподалік міста Жашкова. Половина дороги на ремонті. На іншій скупчилися поліцейські, рятувальники та медики. Картина не для слабкодухих. Адже спонівоченої лади намагаються дістати вже неживих людей. Мы уже лежали на боку, нам люди помогли выбратися. Помогли вилезти. Мы эту картину побачили. Уже после того, я пришла из кабины. Святослав пам'ятає, як їхав на своєму бусі за ладою. Аж раптом на зустріч, немов, ракета вилетів ленд-крузер. Чоловік бачить, як джип-таранить світлий легковик. І ще намагається викрутити кермо вправо, аби й самому уникнути зіткнення. Але марно. Я почав вправо брати, удар, і я вже нічого толком не помню, тільки сонувся. Велико шутись. Ну так, я. Але нічого йому не мешало. Так было ни встречних, нічого, машин не було. Траса споколась. Спокійна, траса була пуста. Він летів прямо в лоб. Хоч і перекинулися, але Святослав та його дружина в цьому страшному місиві вижили. А отлада перетворилася для людей на братську могилу. Потужного зіткнення не пережили водій та троє з п'яти пасажирів. Чоловік з дружиною і їхній шестирічний син. Ще двоє дітей пари, дівчата 4 та 15 років, просто дивом лишилися живими. Деблоковано двох потерпілик. В тяжкому стані вони зараз знаходяться в Жашківській центральній районній лікарні. А також зараз проводяться роботи по деблокуванню чотирьох загиблих. Таке не хочеться навіть уявляти, але травмованих дівчаток діставали практично з-під тіл їхніх вже мертвих батьків. Стан дітей, за словами лікарів, тяжкий. Втім, справжнім шоком для учасників рятувальної операції стало те, що в автомобілі вбивці також були діти. Чотирирічна дівчинка і 11-річний хлопчик. Двоє дітей, дитина віком 4 і 11 років, знаходиться в середньому стані важкості. Чоловік постраждалий, середній ступінь важкості знаходиться в нашій лікарні. І жінка її можна віднести, як постраждалий, у легку ступінь. У перші хвилини після аварії бідолашні діти ніяк не могли зрозуміти, що ж сталося. Ми спали потім, я упала, а там на мене, і я плакала. А от мати дітей вигороджує водія Тойоти. І лише уявіть, звинувачує в трагедії ремонтників. Пам'ятаю, як їхали, ми в трьох їхали на задньому сидінні, і ми всі дрімали. Діти спали міцно, я дрімала. І зіткнення, була ледь голова, Полінка плаче, Артемій. Потім? Втратив свідомість. Ну, чи він спав, не знаю. Я не знаю, там ремонт дороги, вузька дорога. Водій лендкрузера госпіталізований до лікарні. Там чоловіка тримають під конвоєм. А що ж відомо про нього? А тут вже дуже цікаво. 35 років, звати Климський-Біцький, мешканець Кропивницького та власник кількох приватних підприємств. Принаймні на папері. Виявляється, чоловік – герой вже не першого кримінального провадження. Як вам такий поворот? Погроза або насильство щодо пресівника поліції та незаконне заволодіння транспортним засобом? І якщо першу справу благополучно закрили, то другу мали розглядати в суді вже за кілька днів. Але ж кому насправді належить Тойота? Здивуєтеся ще більше. Позашляховик зареєстрований на секретаря міської ради Кропивницького Андрія Табалова. Сам депутат на своїй сторінці підтвердив, що авто – його. Однак, мовляв, не користується ним вже тривалий час. Напередодні аварії я дав автомобіль в користування доброму знайомому моєї дружини, який, власне, і був за кермом під час ДТП. Закривав усмертельну трагедію. Водіє від джипа вбивці тепер світить реальні 10 років за ґратами. А поки триває слідство, лікарі борються за життя двох дівчаток, які в одну мить залишилися сиротами. В отношении этого случая я не буду шутить или как-нибудь иронизировать. В этой ситуации просто нет слов. Мне очень жаль, что в этой стране живут люди, действия і поступки, которых приводят к такому. Из кранов в Кропивницьком течет мед. Нет. Из кранов в областном центре течет моча. Из кранов течет подсуночное масло. Из кранов в областном центре течет бульон. Все, что угодно течет из кранов в Кропивницьком, судя по этим фотографиям, кроме воды. На фотографии, которые вы видите, это не фотошоп, это реальное фото, сделанное продюсеркой Суспильного Кропивницького или Найкваши у себя дома. Я даже не знаю, стоит ли задавать вопрос руководству водоканала Днепр-Кировоград, на что не потратили кредит от Европейского Союза. Потому что качество воды напоминает по цвету реально мочу. Какая гадость. Там, кстати, в комментариях, по-моему, пишут, что для облгосадминистрации недавно водоканал провел экскурсию. Да. Так как облгосадминистрация, вам показали мочевидную водичку? Такое впечатление, что в город зашла мафия продавцов водоочистных фильтров. А вся деятельность водоканала и эта желтая вода, это просто рекламная кампания для этих продавцов. Я помню, в детстве я пил воду из крана, он делал потому, что другого выхода у меня не было. И я не уверен, что я правильно делал. А вот сейчас продавцы привозной воды явно потирают руки, потому что, действительно, зачем тратиться убеждать кого-то покупать их товар? А когда вода, откройте кран, посмотрите и покупайте у нас. В общем, не пейте воду из кранов, ну и, конечно, такому предприятию, как водоканал, чтобы он стал лучше, как-то, чтобы вода делалась в Кропивницком знаменке Александрии Светловодски лучше. Наверное, действительно нужен Илон Маск. Или чудо. Цапюк готовится к шоу «Холостяк». Это не смешно. Ну, а какой еще вывод можно сделать, если посиделки с пока еще мэром Александрией Степаном Цапюком используют для раскрутки новой фейсбушной группы явно под выборой? Мол, подписавшись, можно выиграть рандеву с Цапюком. Причем все это за чашечкой кофе. Сомнительное, конечно, развлечение, но на каждый товар можно найти своего покупателя. Цапюка, кстати, тут же протроллили Александрийцы, мол, о, так теперь Цапюка можно заказывать на день рождения или ведущим для проводов на пенсию, хорошо. Опять же, корпоративы. Пока еще мэр Александрии явно готовится уйти из политики, в шоу-бизнес или блогерство. Вот он уже примеряет на себя какую-то звездность. А вот он все чаще записывает свои ролики. И судя по той ахидеи, которую он часто несет в своих видео, пока еще мэр Александрии пока еще не блогер. Но чем ближе выборы, тем более яркие образы будет примерять на себя Степан Кириллович. Ну, например, типа справедливый мэр. Или крепкий хозяйственник. Или крепкий, но не хозяйственник. Или хозяйственник, но не крепкий. Когда фантазия закончится с выбором имиджа, то, конечно, можно в магазине посмотреть. Там костюм Человека-паука, Бэтмена, Лунтика, в конце концов. Ну, или выход, конечно же, стать, как Илон Маск. Человеком прогрессивным, который к чему-то стремится. Например, сделать Александрию современным городом. С новыми технологиями, транспортом, строительством новых жилых кварталов. И новой инфекционкой, как минимум. Кстати, о ней. В Сиде появилось видео, где Александрийка описывает то, что внутри, в палатах, Александрийской инфекционки. Она попала туда с ребенком, но и засняла все на телефон. Умывальник, мусорное ведро, тумбочка, кровать и окно. Сказать, что я был удивлен, да не особо. Я же видел, что Александрийская инфекционка, обшарпанная, ну, или, как говорит пока еще мэр Александрий Степан Сапюк, готовая на 100% коронавирусной инфекции. Но не только, а пока еще мэри Александрия прочитал в интернете на этой неделе, есть в Александрии позитив. О нем пишет александрийский блогер Виктор Голоборочка и его ресурсы тексты Александрия. Так вот, в Александрии накрыли подпольное казино. Ладно, я построю свой парк с блогджеком и шлюхами. За карточным столом играли особо с криминальным прошлым из окружения одного из советников, пока еще мэра Александрии. Выбрали местные поклонники азартных игр для Александрийского Лас-Вегаса бывший магазин детского питания. Помещение, понятное дело, сняли и поигрывали там в покер. Полиция конфисковала два игровых стола, почти тысячу фишек, 17 колодкарт, 4 кейса для фишек. Ну, улов, честно говоря, конечно, такой себе. Если бы там были деньги, наркотики, остальной какой-то там рок-н-ролл. А так я уже вижу, как могут их отмазывать городские власти. Мол, они там в карты не играли, они просто сидели за монополией. Или нет? Что, они там в города играли? Знаменка тебе на... А, Александрия. О, Ялта. Ну, а что могут еще в Александрии делать эти люди? Не удалось мне на этот раз закончить чем-то позитивным. В Крапивницком оказывается полным-полно вандалов. То есть, людей, которым не хрен делать. И вот они, значит, поэтому то, значит, оторвут руки памятнику Наталке Полтавке. То испортят декоративную машину возле ресторана Фима иди кушать. То просто разломают лавки возле сцены на Казачьем острове. Кто все эти люди с такой энергией? И почему эта энергия не достигает головного мозга, как у Илона Маска, а заканчивается на каких-то там конечностях, как минимум? И я с надеждой жду, что в городе и в области появится достаточное количество людей, которые смогут преломить ситуацию хотя бы ради будущего. Фиг с ним, с этим прошлым. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. И Илон Маск вам пример. Субтитры сделал DimaTorzok